Эпопия со скандальной реконструкцией моста в Днепре продолжается. В СИЗО уже сидит субподрядчик, а генеральный исполнитель работ скрывается на больничном. Тем временем адвокаты обвиняют прокуратуру в непрофессионализме. Больше расскажут наши корреспонденты. В марте 2017 года началась масштабная реконструкция моста. Восстановить балки, провести капитальный ремонт пешеходной зоны и проезжей части, а главное установить отбойник. Чиновники и генподрядчик пообещали до конца года. Все работы оценили почти в 250 миллионов гривен. Но уже после первых проплат строительством заинтересовались правоохранительные органы. Прокуратура открыла уголовное производство. Предварительные результаты расследования показали, что из 70 миллионов, которые получил генподрядчик, 10 пошли не по назначению. Хищение бюджетных денег подозревают директора фирмы генподрядчика и субподрядчика. Деньги экономили на качестве материалов, говорят в прокуратуре. Там специально провели соответствующие экспертизы с привлечением столичных специалистов. При проведении экспертизы получались эксперты Приднепровской академии будильництва и архитектуры, также Киевский институт электрозваривания им. Патона и науково-доследный институт залезных конструкций им. Шимановского. Но адвокаты подозреваемых собираются обжаловать результаты экспертиз. Анна Поддубная заявляет, прокуратура привлекла к проведению экспертиз сомнительных специалистов и допустила ряд нарушений. Инструмент, которым проводились эти экспертные исследования, также имеет уровень погрешности достаточно большой, до 20%. Подозреваемые будут настаивать на проведении повторных экспертиз. Один из обвиняемых, директор завода железобетонных конструкций Антон Тачинский и субподрядчик реконструкции, сейчас уже в СИЗО. А вот генподрядчик Михаил Светленец пошел по уже известному пути. Он сейчас в больнице. Своей вины не признает, говорят в областной прокуратуре. Более того, за последние полгода его фирма и горсовет заключили несколько доп. соглашений. Последнее было подписано в феврале этого года. Доп. соглашение, которое подписалось в августе на 71 миллион, они разбили его по частям, что платится в 2017 году, что платится в 2018, что платится в 2019 году. И указано, что финальная проплата за работу 33 миллиона происходит в 2019 году. По словам чиновников, реконструкцию нового моста возобновят уже в марте. Тем временем прокуратура обещает передать дело в суд уже через пару месяцев. Подозреваемым грозит до 12 лет лишения свободы. Екатерина Срывкова, Елена Миндалюк, Евгений Каденцов. Подробности на телеканал Интер. Днепр.